В эфире «Якутия-24» основные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте! Стала известна реакция МОК на исполнение гимна страны российскими хоккеистами после победного матча. В Нерингре проходят отчеты органов исполнительной власти. Пять из шести. Опоры ЛЭП все чаще сбивают водителей, в какую сумму обходятся автолюбителям подобные ДТП. Свободное плавание. В Алдане резиденты бизнес-инкубатора готовятся к самостоятельному предпринимательству. Города Ленск и Мирные объединяют пауэрлифтинг. На западе Якутии собрались любители железного вида спорта. И начнем с новости, которую последние сутки обсуждают во всем мире. Олимпийская победа российских хоккеистов. Победа, которую ждали 26 лет. Балидольный матч, хоккейные качели и прочие эпитеты о финальной игре. И как на грани фола гимн России в исполнении болельщиков и спортсменов на церемонии награждения. В соцсети тут же взорвали сообщения о возможных санкциях со стороны МОК за нарушение правил. Но Международный олимпийский комитет с пониманием отнесся к исполнению хоккеистами гимна России во время вручения золотых медалей в Пенчхане. И не будет налагать на Россию никаких санкций в этой связи. Цитата. Мы понимаем, что это было сделано в большом волнении спортсменами, которые только что выиграли золотые медали в необычных обстоятельствах, сказано в сообщении комитета. Так что опасения оказались напрасны. На соцсети в Якутии взбудоражила новость о том, что новоиспеченный олимпийский чемпион, защитник российской команды Андрей Зубарев имеет корни из Якутии. Как оказалось, его мама родом из поселка Эльдикан Усмайского района. И в благодарность маме за воспитание хоккеист отправил видеообращение якутянам. Всем привет! Я Андрей Зубарев. Так получилось, что я стал олимпийским чемпионом. И передаю привет всем якутянам, в частности, поселку Эльдикан, где у меня родилась моя замечательная мама. Именно из-за нее я стал олимпийским чемпионом. Поэтому всем привет! Давайте не мерзите там! О другом скандале в олимпийской семье. Боксы из программы следующих Олимпийских игр 2020 не уберут. Такое мнение в интервью нашему корреспонденту высказал супервайзер Международной ассоциации любительского бокса Сергей Бердник. Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах, скорее всего, высказался по этому поводу на эмоциях, сказал представитель АИБа. Причина отстранения должности экс-руководителя АИБа Чинко Ву, который входил в исполком МОКО. Еще в конце прошлого года Ву оказался в центре финансовых и дисциплинарных скандалов, связанных с управлением ассоциацией, в том числе растратой средств. Сперва его отстранили временно, но позже он сам добровольно подал в отставку. По мнению Бердника, бокс в любом случае останется в программе Олимпиады, так как является одним из самых востребованных видов спорта. Я никогда не поверю, что его исключат из олимпийского вида спорта, когда идет бокс, в принципе, когда идет бум женского бокса. Вы посмотрите, какое идет, какое развитие женского бокса, какое желание, какое у девочек заниматься этим видом спорта и у зрителя приходить на эти виды, на эти соревнования. Я не верю. Это, я говорю, это просто сказано было в горячах. Не удалят его никогда с олимпийских игр. Другим событием. Сегодня в Якутске произошел пожар в частном жилом доме по улице Первая база. В результате пожара погибли три человека. Следственные органы выясняют причины произошедшего. Известно, что пожар начался на первом этаже, где находилась автомастерская. В тушении принимали участие 23 человека, было задействовано 5 единиц техники. В Нерюнгре проходят отчеты органов исполнительной власти. Для встречи с населением на юг Якутии прибыл глава правительства республики Евгений Чекин и первый заместитель министра России по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Какие вопросы больше всего волнуют нерюнгринцев в материале нашей съемочной группы? Первыми, с кем провели встречу представители власти, стали жители иенгры. Их волнует перспектив развития поселка, его благоустройство и строительство жилья для местных работников. Оленеводы задали вопрос о том, может ли их традиционное занятие войти в территорию опережающего развития Южная Якутия. Для этих целей необходимо продумать на тех, кто может в это проинвестировать, с учетом использования того опыта, который здесь накоплено, перед того опыта, который есть в Ленингре в мире. И проинвестировать, чтобы были деньги на более интенсивное ведение хозяйства и переработки. Жители поселков Иенгры и Золотинка во главе с главврачом нерюнгринско-центральной района больницы Нергуном Степановым подняли наболевший вопрос о капитальном ремонте местной больницы. Проблемы здравоохранения прозвучали и в самой столице Южной Якутии. Наталья Бараханова попала на личный прием к председателю правительства Якутии и задала вопрос, волнующий многих нерюнгринцев. Когда будет произведен ремонт в инфекционном отделении детской больницы и будет ли поликлиника обеспечена оборудованием. Добраться до родной столицы достаточно дорого. Для кого не секрет, что мы вывозим детей в Амурскую область. А хотелось бы, чтобы мы лечили их на местах, потому что мы доверяем своим специалистам. Представители власти ответили, что в этом году в федеральном бюджете на это будут в обязательном порядке выделены средства. В Нерюнгре на большом отчете перед населением не обошлось без вопросов регулярного роста тарифов в сфере ЖКХ. Основная масса вопросов коснулась наболевшего – высоких тарифов, авиаперелетов, необходимости капитального ремонта дорог, формирование комфортной городской среды для всех слоев населения, оборудование жилых и социальных объектов пандусами. Нерюнгринский район становится таким флагманом развития экономики за счет создания территории, опережающего развития, появления новых резидентов. Мы понимаем, что правительство республики должно внимательно относиться к нуждам нерюнгринцев, для того, чтобы формировать на базе районного центра тот город, в котором хочется жить. И поэтому к этим вопросам правительство точно будет неравнодушно. Следующие два дня отчеты правительства перед населением в Нерюнгринском районе продолжатся. В Хабаровске открылся дальневосточный медиафорум под названием «Дальний Восток. Приоритет России в 21 веке». В числе участников – журналисты, блогеры, студенты, сотрудники пресс-служб, маркетологи и представители общественных объединений. Работа форума продлится два дня. На дискуссионных площадках речь пойдет о концепции продвижения региона, результатах применения инструментов развития Дальнего Востока в новых каналах доставки контента. «Развитие Дальнего Востока объявлено национальным приоритетом. Правительство выполняет поставленную президентом задачу. 30 законов приняты для того, чтобы инвестиционное пространство на Дальнем Востоке стало более привлекательным. Строятся сотни предприятий. С этого года мы начали строить социальные объекты – больницы, школы и детские сады». С сегодняшнего дня началось досрочное голосование. Отдать свой голос заранее до начала выборов президента России могут жить или удаленных от помещений для голосования местах, транспортное сообщение, с которыми отсутствует или затруднено в день выборов. Такое право предоставляется работникам вахтовым методам, а также рыбакам, охотникам, оленеводам, коневодам, метеорологам, работникам промышленных предприятий, находящихся в труднодоступных местностях. В Якутии досрочно проголосуют более 18 тысяч избирателей в 29 районах. Для проведения досрочного голосования у нас Центральная избирательная комиссия Российской Федерации, которая является комиссией, организующей выборы, предусмотрела финансовые средства. И поэтому у нас досрочное голосование будет проводиться как наземным транспортом, так и авиатранспортом. С 25 февраля в участковых избирательных комиссиях начался прием заявлений от граждан о голосовании по месту нахождения в день выборов 18 марта. На территории Якутска создано 116 участковых избирательных комиссий. Из них две образованы в Национальном центре медицины Республиканской больницы номер 2. В первую очередь новация законодательства адресована людям, которые зарегистрированы в одном месте, а проживают в другом, а также гражданам, отправляющимся в командировку или в отпуск. Этим же правом могут воспользоваться лица, не имеющие регистрации, и те граждане, которые имеют регистрацию в других районах республики. В этот момент мы пока принимаем заявление по местонахождению избирателя. Значит, эти заявления, которые человек, например, уезжает в Москву, в другие города России, а также за рубежом, они заполняют заявление, чтобы принять участие в оборах в тех районах, где они находятся. На данный момент пока мы приняли, вот вчера мы открылись, приняли 15 заявлений. В эфире «Якутия-24». Сейчас небольшой блок рекламы. И смотрите далее. Пять из шести опоры «Лэб» все чаще сбивают водителей, в какую сумму обходятся автолюбителям подобные ДТП. Свободное плавание, оболдание, резиденты бизнес-инкубатора готовятся к самостоятельному предпринимательству. Города Ленский-Мирный объединяет пауэрлифтинг. На западе Якутии собрались любители железного вида спорта. В эфире «Якутия-24» и мы продолжаем. Пять из шести опор линий электропередач только в этом году оказались повреждены по вине водителей. Такие данные приводят энергетики. Восстановление автовладельцам выливается в большие деньги, но легкачей это не останавливает. Подробности в материале Петра Говорова. Так, Макарово, согласно указаниям наряда? Судья-23, готовим рабочее место. 10-26. 10-26, готовим рабочее место согласно указаниям наряда. Воздействие стихийных явлений, недостатки или ошибки проекта, заводские дефекты. Все это причина нарушения работы линии электропередач. Однако, самый популярный человеческий фактор, проще сказать, водители, которые регулярно сбивают электропоры. Да, бывает и такое, что сторонними лицами повреждают, сбивают, можно сказать, опоры. Работы идут как бы через диспетчерскую. После получения заявки, то, что опора сбита, мы выезжаем бригадой. Сперва мастера выезжают, какой фронт работы смотрят, какой материал нужен. А потом уже, согласно наряду, выезжаем, ну, как бы устраняем неисправность. За 2017 год ЦЭС зафиксировано 26 случаев несанкционированных нарушений, повреждений опор воздушных линий. Получается, из них 13 повреждений, это земельные работы. 5 случаев наезд транспортных средств прямо на опоры. В этом году, 2018, за этот месяц уже 6 случаев. 5 из них также наезд транспортных средств на опоры. В связи с этим энергетики Якутии призывают граждан быть предельно внимательными на дорогах. Сбитие одной опоры может повлечь за собой отключение света сразу в нескольких кварталах города или даже в ряде населенных пунктов. Находится в ответственности центральной электрической сети около 180 тысяч опор длини 0,4-220 кВт и около 12,5 тысяч километров. 10 улусов и город Якутийск. Деревянные опоры наиболее дешевый вариант. За установку одного столба придется заплатить от 80 до 100 тысяч рублей. Стоимость металлических гораздо выше. При этом административный штраф за любое повреждение электроопоры составит до 2000 для физических и до 40 тысяч для должностных лиц. Петр Говоров, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии начинается работа по очистке улиц и крыш домов от снега. В столице вывезено уже почти 150 тысяч кубометров. Тротуары и проезжую часть убирает около 50 человек и 80 единиц техники. Ежедневно 200 кубов речного песка расходуются на подсыпку перекрестков, кольцевых и наиболее скользких участков дорог. Тему продолжит Александр Зубехин. Сейчас в городе Якутске проходит активная уборка снега на тротуарах и вдоль дорог. Для уборки тротуаров работники используют вот такие лопаты и тракторную технику. В данный момент мы убираем проспект Ленина, улицу Кирова, Билибина, Три Сосны, улица Лермонтова и улица Ярославского. Тем временем в Мирном также начались активные работы по уборке снега. Сейчас от сугробов очищают внутриквартальную территорию города и проезжую часть. Управляющая компания приступает также к работе по уборке крыш, по уборке козырьков над крыльцами придомовой территории от снега. И с 1 по 7 число они будут осуществлять бесплатный завоз снега на полигон ТБО. Если с крыши вашего дома сбрасывают снег, управляющая компания должна уведомить жильцов о проведении таких работ. А место, куда сбрасывается снег, должно быть ограждено. Например, вот такой вот лентой. Первое – это покатые крыши, это обязательно парапеты, это обязательно балконы, потому что у нас балконы, вот как видите, что они чуть-чуть с наклоном идут. То есть снег в первую очередь убирается там. Ну и проблемные крыши, которые мы знаем, что вот их в первую очередь надо убрать. То есть года в год, в принципе, уже знаем закономерность, где какая крыша пройдет. В эти дни снег должны очистить с крыш всех многоквартирных зданий столицы. Жителям же тех домов, крыши которых от снега не убирают, советуют обращаться с жалобами. Это, конечно, ван-клик. Если люди хотят прийти и самолично написать, то могут с ГХ, в управу, в администрацию. Везде прием заявок осуществляется. Работы ведутся постоянно. Основную массу снега с улиц, проезжей части и тротуаров в столице и других городах планируют убрать в первых числах апреля. Александр Зубехин, Владимир Павлов, Павел Пахомов, Якутск. Два десятка услуг алданцы могут получить в одном месте – в бизнес-инкубаторе. Он образован два года назад, а в следующем году первым резидентам предстоит покинуть инкубатор и начать работать без господдержки. Какие перспективы предприниматели видят и что стремятся сделать для своих подопечных сотрудники бизнес-инкубатора на будущее, расскажет Татьяна Вахнина. В составлении исковых заявлений в суд, подготовка пакета документов, нотариальную контору, консультативная помощь – у специалистов правового центра работы много. За доступной юридической помощью большинство алданцев предпочитают обращаться в бизнес-инкубатор. В основном недвижимость. Конечно, все оформляют свою недвижимость, поэтому в этом направлении очень большой поток. Правовая компания является одним из 18 резидентов, работающих в алданском бизнес-инкубаторе. Кружок малышок оказывают услуги по присмотру за детьми, дошкольному развитию и организации праздников. Детвора здесь есть всегда. Родители спокойны, чадо счастливы. Очень любят хорошо приходить, не плачут, молодцы, прямо вообще с удовольствием приходят. Родители очень довольные. В столовой бизнес-инкубатор рабочий день только начинается. Скоро в коридор просочатся дразнящие ароматы борща, жирковые выпечки. Столовая называется нашей, причем своей ее считают не только сотрудники и резиденты бизнес-инкубатора. Кормим в основном резидентов, которые находятся в здании бизнес-инкубатора, и клиентов наших резидентов, а также близлежащих учреждений работников. Первые резиденты зашли в бизнес-инкубатор в апреле 2016-го. Через год им предстоит освободить площади. Согласно условиям, господдержка начинающим предпринимателям оказывается в течение первых трех лет. Наши первые птенцы вылетят уже из инкубатора, и нам их тоже хотелось бы куда-то пристроить так, чтобы они все-таки продолжали свою деятельность в этом направлении. Мы уже ведем переговоры с одним предпринимателем, который будет здесь открывать бизнес-центр, и будем своих резидентов уже направлять в тот бизнес-центр, где им тоже постараются создать условия. В бизнес-инкубаторе начинающие предприниматели научились вести дела, зарекомендовали свой бизнес и наработали клиентскую базу. Господдержка и льготные условия аренды стали взлетной площадкой для двух десятков социально значимых услуг. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, Алдан. Осенью прошлого года якутяне собрали деньги для Вани Аконечникова. Ему требовался аппарат искусственной вентиляции легких. К сожалению, болезнь оказалась сильнее, и Ваня не дождался предназначенного ему аппарата. Организаторы акции приняли решение передать аппарат другому ребенку, рассказывает Евгения Андросова. До трех лет Петя Матвеев рос абсолютно здоровым ребенком в селе Малыкай Нюрбинского Луса. Заговорил очень рано. Приветливый, дружелюбный мальчик интересовался всем и радовал своих родителей. Но летом 2014 года у него вдруг поднялась температура. Избить жар не получалось очень долго. Страшный диагноз вирусный менингенцефалит сразу поставить не смогли. В результате – потеря времени, санрейс, реанимация, кома. Сегодня диагноз уже звучит так – вегетативное состояние после перенесенного менингенцефалита. Мы вот улыбаемся, смеемся, вот такие эмоциональные выражения показываем. Еще ручками замахи делает, до головы может, до носа, до уха там потрогает, за темя вот там потрогает. Но у нас нижние количества стены не работают вообще. Кора мозга уже полностью атрофирована уже. Вот вирусный менингенцефалит, он уже съел все, поразил уже все мозг. Из-за этого вот у нас нарушена терморегуляция там. В семье Матвеевых трое детей. Петя – самый старший. Сегодня четырехлетний Витя и полуторагодовалая Ева живут в режиме Пети. Вынужденно переехали в Якутск. Снимают квартиру. Недавно получили от фонда Хрисхал аппарат искусственной вентиляции легких. За что семья благодарит всех, кто причастен к приобретению этого аппарата. Вообще бесшумный. Мы привыкли к такому шуму, что вот этот там пищит, здесь пищит, там этот. Печка. Он для того, чтобы увлажнить и согреть воздух. Термометр, который он регулирует температуру. Эта трубка вдоха, эта трубка выдоха, а эти вот эти измерители кислорода. Получается, вот этот измеряет, сколько там у него поступило. Здесь вот он выходит 93 мл. И потом вот эта трубка уже, когда он уже выдыхает, сколько выдохнул. 148 мл. Фильтры это для того, чтобы ребенка поступал уже очищенный. Мы его каждый раз меняем. Петя сильный духом человек. По статистике дети с таким диагнозом не выходят из комы, а он смог. Очень радуется своим родным, сестренке и братику. А маленькая Евочка бывает даже ухаживает за ним. Сейчас вся его жизнь зависит от аппарата искусственной вентиляции легких. Это Министерство связи, это Министерство здравоохранения, Благотворительный фонд Харсхал и общественный коллектив, клуб, можно так называть, соц.дети Якутии, который очень активно работает в Инстаграме. И с помощью них, и безусловно, без помощи главных и ведущих республиканских СМИ, которые поддержали главным образом этот проект, не состоялся бы этот сбор. Первая акция, которую мы провели, это была в помощь ребенку Ване Конечникову. К нам обратился заведующий отделением реанимации республиканской больницы и сказал, что есть семья, ребенок, которому необходим этот аппарат. И он как раз подходит к нему, ему 6 лет, и мы очень рады, что этот аппарат поможет ему выжить и становиться еще здоровее. У дорогостоящего аппарата много расходных материалов. Семье тяжело, но самое главное для них, что Петя рядом с близкими людьми. Евгения Андросова, Григорий Охлопков, Якутск. Сохранять чистоту объекта всемирного наследия ЮНЕСКО помогают добровольцы Якутии. Альпинисты совместно с другими волонтерами очистили ленские столбы от надписей в конце прошлого лета. Разницу заметила и наша съемочная группа. Лицо ленских столбов изменилось после очистки волонтерами скал. И сегодня многие туристы признались, что изменились их впечатления от знакомства с первозданностью природного парка Якутии. Так отрадно видеть, что скалы эти почистили. Ребята, молодцы! Можно наслаждаться природой уже в первозданном виде. Щетки, различные чистящие средства, молотки и даже болгарки – все это было пучено в ход для очистки главного природного достояния Якутии. После летнего торсезона ленские столбы традиционно покрываются слоем надписей, увы, далеких от исторической значимости. К сожалению, мы отмечаем, есть некоторые туристы, которые после себя оставляют надписи. И благодаря инициативе наших волонтеров, наших коллег, партнеров, часть надписей была убрана. И скалы сейчас находятся в приглядном виде. В конце прошлого летнего торсезона члены из Федерации альпинизма и скалолазания Якутии очистили ленские столбы от вандальных надписей. В рамках экологической акции «Чистые скалы» они работали вместе с добровольцами. Более 200 квадратных метров скал вдоль основной туристической тропы до смотровой площадки было очищено. Приезжайте и наслаждайтесь красотой родной природы и сохраните ее для потомков. Мы очень рады, что молодежи почистили ленские столбы! Ура! Галина Кутугутова, Андрей Дьяконов, Хангалавский район. В Ленске прошли соревнования по пауэрлифтингу. Организаторами выступил комитет по физической культуре и спорту и сами участники соревнований. Испытать свои силы в этом виде спорта пришли 24 спортсмена. Среди них и гости из города Мирной. С каждым годом в Ленске железный вид спорта набирает все большую популярность. Если раньше соревновались только мужчины, то сегодня интерес к этому виду спорта проснулся и у девушек. Девушки тоже могут участвовать. То есть там три основных упражнения, которые даже в любом зале девочки, они их все равно выполняют. Просто выполняют с меньшими высами. Испытать свою силу приехали спортсмены из города Мирной. Их, надо сказать, было больше, чем ленских силачей. Команда города Мирной у нас сегодня присутствует в составе 10 человек. Это только в пауэрлифтинг. И еще порядка 4 человек у них заявилось на народный жим отдельно. То есть они привезли порядка 14 человек. Молодцы, это им огромный плюс. Мы им за это очень благодарны. Сильнейших и самых выносливых выявляли в четырех весовых категориях в двух номинациях – в народном жиме и пауэрлифтинге. Конкуренция на соревнованиях среди мужчин была весьма высокая. Чуть ли не каждый второй участник – опытные спортсмены, за плечами которых годы усиленных тренировок. Поэтому нокаут страстей временами просто зашкаливал. Звание сильнейшего спортсмены оспаривали несколько часов в упорной и бескомпромиссной борьбе. Участники и участницы удивлялись зрителей своими выступлениями. Многие на соревнованиях били собственные рекорды. Так, на народном жиме, сам не ожидая, побил собственный рекорд и стал абсолютным чемпионом Андрей Иванскин, подняв 100 кг 24 раза. Чего не скажешь о дисциплине пауэрлифтинга. В весовой категории 93+, здесь Андрей совсем немногим уступил мернинскому спортсмену, набравшего в сумме 725 баллов. Занимаюсь я два года, в Мирном тоже проводится, там постоянно. А здесь в призыв третье место залезть, нормально будет. Третье? Ну да. Ну, хозяеву надо уступить. Уступить не получилось, получилось одержать победу. Первенство одержали и спортсмены весовой категории 93 кг. Алексей Островский из Ленска, 83 кг Владимир Леонтьев из города Мирный, 74 кг Влад Носыновский, Ленск и весовая категория до 66 кг Сергей Буслаев из города Мирный. Первое место среди девушек тоже заняла спортсменка из города Мирного Виктория Повная. Второе и третье места спортсменки из Ленска. Победители получили денежный премий, грамоты, медали и кубки. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. На другим объединяющим Мирный и Ленск событием стал дрифт. На озере Ханайдах прошли первые легальные соревнования по зимнему дрифту. Организаторами выступил недавно созданный автоклуб. Два дня любители дрифта показывали мастерство в вождении в управляемом заносе. Соревнования проходили два дня. Первые квалификационные заезды, во второй – парные. В отборочный день прошли в класс дрифтинг пять участников. В основном владельцы отечественных машин – «Жигули» шестой и седьмой модели. И пять пилотов «Тайм-атак». В этой категории большинство внедорожников. Было 21 человек. Из них прошли квалификацию половина, то есть 11 человек. Квалификация проходила тоже как один из стапов соревнований, где мы пропускали людей, тоже так же на старте пропускали, давали задания, которые они проходили. Во второй уже соревновательный день участники приехали заблаговременно. Некоторые успели перед стартом еще раз проштурмовать трассу. С соревнованием дали старт. Первыми на трассу выехали дрифтеры. Гонщикам предстояло пройти непростую извилистую трассу в паре. Трек, как бы, он по-своему такой интересный. Он вроде бы и узкий, и в то же время и маленький, и интересный. На нем интересно ехать. Даже пар, он вроде бы узкий, а ты в парах едешь, особо не напрягаешься. А бывает тоже трек здоровый, а ехать на нем довольно-таки сложно. Не обошлось у дрифтеров и без маленьких неприятностей. Но ребята уже привыкли к маленьким авариям. Ударили бампер, вылетел фару, оторвал и поехал дальше. Главное для дрифтера это не кузов машины, а то, что находится под капотом. Более спокойнее прошла вторая часть соревнований «Тайм-атак». Организаторы не стали делить автомобили на классы. Участники приехали на своих гражданских автомашинах. Специальной подготовки автомобиль тоже не требовал. На трассе можно было встретить любые машины от Вазовской классики до Митсубиси и даже Прада. Здесь участникам нужно было пройти километровую трассу и потратить на это как можно меньше времени. Судьи оценивали частоту прохождения поворотов и зрелищность заезда. Так, победителем в дрифте стал гонщик из города Мирный Иван Рябов. Победителем в «Тайм-атак» Павел Гаврилов из Ленска. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Информационная программа «Якутия-24» следит за развитием событий. Оставайтесь с нами на нашем телеканале и удачи вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова